Сегодня 26 сентября, и сегодняшняя цитата называется «Обрести связь со своей дхармой». Ощутите связь со своими талантами и организуйте проект, который задействует ваши природные способности и вдохновляет вас на служение. Не думайте о том, возможно ли это. Думайте о том, что будет помогать вам двигаться вперед. Затем начните с того места, где вы находитесь, и с того, что у вас есть. С того момента, как вы начнете свой проект, с того момента, как вы сделаете что-то небольшое, что приближает вас к цели, все сдвинется с места. Увеличится решительность, концентрация и вдохновение. По мере того, как вы будете развивать свой проект, процесс будет идти. Нежданно-негаданно появятся люди из ситуации, которые будут помогать вам. Это один из мистических секретов успеха. Мир слышит то, что у вас на сердце, и отвечает. Мир слышит то, что у вас на сердце, и у вас на сердце, и у вас на сердце, и у вас на сердце. Мир слышит то, что у вас на сердце, и у вас на сердце. Мир слышит то, что у вас на сердце. Проблема в том, что часто мы даже не хотим начинать. У нас есть вдохновение, но мы думаем только о том, как это будет трудно, обо всех препятствиях, о ресурсах, которые мне понадобятся и которых нет. Несколько дней тому назад мы говорили о том, что мы думаем о проблемах, вместо того, чтобы думать о том, что я могу сделать. Какой один шаг я могу сделать, чтобы хотя бы вот настолько приблизиться к тому, для чего я был рожден. Иногда люди боятся делать то, для чего они созданы, ведь они так привыкли этого не делать. Или привыкли отвлекаться на что-то другое. Идея в том, чтобы, по крайней мере, начать, сформулировать видение. Вот то, что я хочу делать. И держать это видение, это желание в уме. Не теряйте из виду эту идею. Всегда двигайтесь в этом направлении. Это очень важно. И увидите, почувствуйте эту возможность. Потому что если вы не чувствуете, что это может произойти, тогда будет трудно. Ваш ум может думать, что это возможно. Но вы должны чувствовать, что это возможно. Ведь если вы не чувствуете, то не будете действовать в этом направлении. У вас не будет побуждения действовать, если вы не почувствуете этого. Поэтому, когда вы связаны с чем-то, мы иногда говорим, вы можете как бы ощутить вкус этого до того, как это произошло, настолько сильно вы этого хотите. И тогда это произойдет. И если вы еще не пришли к этому, то просто начните действовать. Заставьте себя. Потому что это создаст импульс. Если вы будете действовать каждый день, то если это действительно ваше предназначение, то, что вы хотите делать, что вам нравится, то это будет получаться у вас все легче и легче. Естественно, это будет занимать все больше и больше вашего времени и энергии. Вы знаете, часто люди говорят, «У меня стоит блок, писательский блок, такой блок, всякой блок». Но мы иногда говорим так, «Просто возьмите и начните писать». Даже если вы пишете, «Я не знаю, что писать, я не знаю, что сказать». Так и пишите. Потому что это важно. Потому что нужно просто действовать. Помедитируйте, сосредоточьтесь на этом. Сформулируйте намерения и действуйте. Никогда не прекращайте действовать. Продолжайте молиться о том, чтобы это произошло. Продолжайте думать, как это произойдет. И день за днем вы будете приближаться к этому. И если день за днем вы будете становиться ближе к этому, то настанет день, когда вы окажетесь на месте. И не забывайте радоваться этому путешествию в процессе. Потому что сознание Кришны исполнено блаженство. Даже когда вы еще не достигли цели. Ведь преданное служение абсолютно. Доберетесь ли вы до цели или нет, оно исполнено блаженство. Ари Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok